Два польско-русскоязычных анклава на востоке Литвы, где российское телевидение долгое время было основным источником информации, относятся скептически к западным препаратам и кампания по вакцинации здесь буксует. Многие ли полностью отказываются от прививок или говорят, что предпочли бы российский спутник, не одобренный пока в ЕС? Зачем? Бизнес, правительство делают деньги, когда нажрутся, тогда и хватит. Страшно. Страшно? Страшно. А вирус не страшен? Ну, какой пока держится. Какие вакцинации? Разве это только дурным говорят? Разумные люди? В Шальчиненкайском районе, в полусотни километрах от Вильнюса, многие говорят на смеси польского, русского и литовского языков. Русскоязычный город Висагинос был построен в 70-х годах для персонала ныне закрытой Игнолинской АЭС, приехавшего со всех концов Советского Союза. Алисия Щербайте – член муниципального совета города Шальчиненка, и ее мать скончалась от последствий COVID-19. У нас многоязычные регионы, здесь чаще всего смотрят российское и белорусское телевидение. Все ждут вакцины «Спутник», говорят, что она надежнее. Даже в моей семье кое-кто ждет, когда откроется граница с Белоруссией, чтобы поехать туда и вакцинироваться «Спутником». В Шальчиненкае и Висагиносе – самый низкий уровень вакцинации, около 4%, это треть от среднего показателя по Литве. И это еще до временной приостановки использования вакцины Астразенека. Сейчас здесь предлагаются лишь препараты Pfizer и Moderna, но это не изменило ситуацию. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимонита заявила, что тяготение двух муниципалитетов к российскому информационному пространству влияет на их отношение к западным вакцинам. Но добавила, что имидж препарата Астразенека страдает и от более широкого сочетания репутационных и логистических проблем.